Здравствуйте, друзья! Сегодня решил провести обзор своих сортов винограда, какие у меня сорта винограда есть и в каком виде сейчас. Это 2023 год, скажем так, 30 июля, 2021 год. Вот перед вами вот такой вот сорт винограда или гибридная форма. Покупал его как савиньон, но это, соответственно, не савиньон, видно, что это столовый виноград. Вот такие огромные ягоды. Больше 5-рублевой монеты. Вот такие вот грозди с легким мускатным вкусом. Ну, похож на лору, судя по всему, по описанию, по всему похож на лору. Единственный его, скажем так, недостаток в том, что он горошит. Ну, с другой стороны, вот такой мелкий виноград, он бывает без косточек. Вот в таком крупном, одна-две косточки бывает. Очень вкусный, приятный вкус. Удалять его не буду с участка, мне он очень нравится. Мерло, вот, есть одна ягодка тут, ну, вот, грозди. Он только-только начинает окрашиваться. Вот, пройдем дальше. Вот следующая форма винограда. Это Аркадия или Настя. Грозди не крупные, но всегда вот такой вот имеет товарный вид. Блестящие такие ягодки. Это сода я обрабатывал, потому что уже пошел на нем грибок. Дождей много было, обработал содой. Потому что ягода наливается, уже поспевает. Я химию не стал использовать. Вот такие вот грозди. Единственное, после дождей, после сильных дождей, может вот так вот треснуть некоторые ягодки. Ну, их оборвали. Ну, так сильно не трещит, скажем так. Вот такие вот грозди. Следующая форма, это преображение. Грозей в этом году немножко много. Ну, скажем так, много оставил. Поэтому вот такие вот мелкие они ягодки. Вообще, преображение очень крупный. Виноград на пасынках в прошлом году выдавал. Ну, наверное, раза в два крупнее, чем вот сейчас вот перед вами. Ну, преображение. Вот так он выглядит. Тоже аидиум прихватил немножко. Ну, вот. Дальше. Следующий сорт винограда. Вот кантемировский. Вообще молчу про кантемировский. Тоже аидиум постоянно хватает. В общем, от кантемировского буду избавляться. Он поздний. Бывает самый последний вот у меня из всех сортов вызревает. Это вот кантемировский. Где-то в начале октября. Это сорт винограда или гибридная форма. Ливия. Ливия называется. Очень вкусный виноград. Такой вот розовый бывает. Сейчас покажу другие грозни. Вот так вот он выглядит. Вот такие крупные довольно ягодки. Мускат в нем. Цветочные тона. Очень хороший вкусный виноград. Вот. Рекомендую. Если будете сажать, сажайте виноград Ливию. Вот еще это виноград. Технический сорт. Мускатно-тухаевский. Очень ярко выраженный мускатный вкус. Очень вкусное вино из него получается. Соки, вино. Да и так покушать, в принципе, довольно качественный виноград. Идем дальше. Сейчас вас познакомлю с виноградом. Отец Владислав. Какие красивые у него ягодки. Вот такие вот. Вот такие яркие ягодки. Очень вкусный виноград. Довольно крупные ягоды. То есть, ну, вот такие вот ягоды. Ярко тоже. Там и мускат в нем есть. И цветочные тона. Фруктовые различные тона. В этом году он загорошил. Но зато вот на пасынках выдал вполне неплохие гроздочки. Получу второй урожай. Дальше идет виноград Афродита. Кишмиш. Вот выглядит он вот так. Вот. Это кишмиш Афродита. Вот такого формата. В этом году выглядит он немного крупнее, чем в прошлом году. Крупнее, чем кишмиш 342 по размеру. Хотел его удалять в этом году. Но смотрю, в принципе, ничего. Вкус обыкновенный. Ничего там такого нет в нем. Да. Обычный виноградный вкус. Вот такой виноград. Идем дальше. В этом году получил сигналки на винограде молоденький куст. Три вот гроздочки. Это гурман лакомка. Очень тоже вкусный виноград. Буду оставлять. Удалять не буду. И также сигналочку я получил тоже на новом сорте винограда. Конечно, вот так вот он выглядит. Не совсем. Но очень ярко выраженный мускатный вкус. Скажем так, почти как мускат дружба. Вот такого плана. Да. Да. Вкус отличается от муската дружбы. Но очень вкусный. Это виноград прелесть. Вот такие вот уже лозы на следующий год. На следующий год получу много. Идем дальше. Пройдем. Вот перед вами виноград. По-моему, наверное, это зефир. Там у меня с другой стороны он висел. Я этот куст удалил. В этом году пытался на него привить. Тоже удалял. Удалял. Но он выдал все равно грозди. Ну, такие вот. Грозди вполне товарные. Но вкус так себе. Типа как у кадрянки. Вот. Примерно вот такой вот вкус. Вот уже почти, скажем так, созрел. Потом монарх. Я показывал, что монарх в этом году осыпался. Ну, скажем так, не весь осыпался. Вот еще есть. Но он еще не созрел. Идем дальше. Очень неплохой сорт винограда. Мне очень нравится по вкусу. По вкусовым показателям. Это виноград ермак. Вот. Выглядит обыкновенно. Но очень яркий вкус. С мускатом. Вот. В этом году очень много навязалось. Скоро уже созреет. Уже вкус муската есть в нем. Также виноград. Рашфор. Вот. От рашфора буду избавляться. Вот. Птицы погрызли его и так далее. Вот. Осыпом. В общем, вот такой вот. Товарный вполне ягодки. Ну, вот так вот он выглядит. Вот. Как кардинал примерно вот такого плана. Вкус простой. Ничего там сверхъестественного нет. Буду его удалять. Сейчас покажу дальше. Вот. Виноград. Вот такие красивые пальчики. Виноград оригинал. Вот. Обратите внимание. Какой красивый. Розовый. Первого сентября обычно бывает уже готов. Также пошел на нем аидиум. Надо также его обрабатывать. Вот. Видно, да? Пушочек. Это аидиум. Были сильные дожди. Сейчас пошла сильная, сильная жара. Вот виноград киш-миш 342. Шикарный сорт винограда. Удалять ни за что не буду. Наоборот, если у вас есть возможность подсадить его, подсаживайте. Вот так вот гроздь. Гроздь плотно набитая. Вкус такой сладкий. Сладкая и небольшая кислинка, но сахара набирает прилично. На солнце вот такой загар приобретает коричневатый. Уже полностью готов. Надо срывать. Очень вкусно его есть. Вот так вот, как початок кукурузы. Без семян. Дальше идем. Дальше вот сорт винограда. Называется мускат новошахтинский. Вот такой вот. Ну, относительно. Он не крупный, вот такой вот. В этом году гроздочки маленькие. Ну, вот так вот он выглядит. Тоже ярко выраженный мускатный вкус. Хороший виноград. Тоже удалять не буду. Вот заменю его лучше на кадрянку. Вот здесь кадрянка у меня. Я ее буду убирать. Заменю ее лучше на мускат новошахтинский. Также идем. Показываем. Вот. Виноград кардинал. Вот. Кардинал калифорнийский. Вот выглядит так. Вкус от рашфора отличается. Это не тот кардинал, который с мускатным вкусом. Муската в нем нет. Но ягоды каждый год товарные. Не растрескивается. Вот уже начинает созревать. Это виноград. Вот перед вами эталон. Только начинает окрашиваться. Вот такие гроздочки красивые. Дальше. Вот. Кишмиш лучистый. Тоже бессемянный такой сорт. Иногда бывают такие рудименты или зачатки с очень ярко выраженным тоже мускатным вкусом. Приятный виноград. Гроздочки в этом году небольшие. Бывают часто грозди такие, что лежат прямо на земле. Также виноград богатяновский. Покажу. Вот так. Очень крупные ягоды у него. Приятный вкус. Муската нет. Но приятный вкус. Такие кислиночка чувствуется. И все. Классный виноград. Вот смотрите какие. Вот какие у него. Чуть-чуть подзаболел он. Обработал я. Вот. Вот такие грозди. Товарный вид конечно в этом году не очень. Но вон грозди. Вон. Это у меня сорт винограда. Покупал как кишмиш велес. Но я так понимаю скорее всего это не кишмиш велес. А юбилейного черкасска. Или что-то вот в этом роде. Одна из форм тройки крайного. Вот. Вот так вот она выглядит. Тоже начинает созревать. Вот. Это у нас низина. Тоже начинает окрашиваться. В этом году побило его и градом. И чем только и дожди были. Вот начинает окрашиваться. Особенность этого сорта. Винограда низина. Окрашивается рано. Но полной зрелости достигает уже позиции. То есть начинаешь срывать. Вроде как он окрасился. А он еще до конца не вызрел. Как понять вызрела ягода или нет. Косточка должна быть коричневая. Если косточка зеленая. Виноград еще не до конца вызрел. Вот. Также вот еще куст у меня. Кишмишал у чистого. Окрашивается. Ну что в принципе вкус вполне. Даже ничего. Вот еще одна из форм. Кишмиш столетия. Очень шикарный виноград. Один год я из него делал вино. И делал из него. Из жмыха. Вот из него. Из шкурок. Делал чачу. Чача получается шикарная. Ароматная. Не из одного винограда. Такая чача не получалась. Как вот именно из. Вот этого вот винограда. Очень вкусные. Вот для чачи. Если планируете делать коньяк. Шикарный просто. Вот виноград. Прям годится. Рекомендую. Вот. В принципе. Тоже практически не болеет. Ну было немножко на нем. Прихватил аидюма. Также обработал. Вот видно. Обработал я. Содой. И все. Идем дальше. Также вон виноград. Анюта есть. Ярко выраженный мускатный вкус. Темный виноград. Такие красно-черные ягоды. Красный вкус. Прекрасный виноград. Вон там еще. Часть гроздей. Вон там. Шикарный виноград. Вкус. Просто бомба. Честно говоря. Вкус. У него. Единственный минус у него. После дождей трещит. Очень сильно трещит. Видно. Там подпекаются немножко ягодки. На солнце. Вот. Потому что здесь сильный солнцепек. Около 40 градусов. Жары. Там дальше у меня растет ермак. Вот здесь ермак. Конечно покрупнее. Вот такой вот. Вот. Здесь полив чаще идет. Вот. Ермак тут покрупнее. Ермак буду также оставлять. Хороший виноград. Это виноград. Кадрянка. Вот. Неплохой виноград. Ну. Много. Держать его не нужно. Плоды дает каждый год. Беспроблемный. Ну. Одного куста в принципе для себя вполне достаточно. У меня 4 куста растут. Вот. Один куст оставлю. Остальные поудаляю. Вот. Виноград блестящий. Начинает тоже окрашиваться. Тоже всегда красивый такой товарный вид. Такая блестящая ягода. Розовый. Вот. Всего 4 гроздочки получилось. Вот так. И один из моих самых любимых сортов. Это вот. Самый ранний у меня. Просто за счет того, что он в тени. И перегрузил. Возможно по 2 грозди оставил. Плохое было опыление. Это виноград супер экстра. Вот рекомендую. Его можете сажать прям много. Классный виноград. Редко чем поражается. Вот такие крупные ягоды. Вот обратите внимание. Единственный минус. Горошит. Горошение у него весь. Вон. Там также вот видно. Вот. Грозди всегда большие. Всегда ягоды очень вкусные. Даже если бывает так, что если не перегрузить этот куст винограда. Оставлять по одной грозди на побег. И дать нормально вызреть. Этот виноград даже дает такой легкий мускатный вкус. Ощущается у него. Легкий-легкий. Вот друзья. Это перед вами вкус винограда. Мавр. Всего 2 небольшие грозди в этом году. Почему-то он пропустовывает. Может быть прошлый год перегруз сделал. Может быть не знаю что. В общем пропустовывает. Вкус спелосливый у него. Такой вот. Чем-то напоминает Молдову. Ну созревает раньше чем Молдова. В общем выглядит как-то так. Это Кантемировский. Другой куст. Также буду удалять его скорее всего. Лучше оставлю Мавр. Это виноград у меня кишмиш черный султан. Почти готов. Чуть-чуть еще осталось ему повисеть. Наверное недельку. И можно давить его на вино. В этом году у меня немного его. Вот 2 грозди. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 гроздей всего. Без косточек, кишмиш, рудиментов мною замечено не было. Гроздочки небольшие. Вот такие вот гроздочки. Вино получается шикарное. Если есть возможность и есть место выращивать для вина. Самый классный виноград. Также вот у меня ермак. В общем, ермака у меня 3 куста. Ну, оставлю его. Посмотрю. Немножко антракно засватил. А это вот виноград розовая дымка. Сколько лет, не знаю, удалить его, не удалить. Но у него есть такой все равно специфический, такой приятный вкус у этого винограда. Который вот в принципе не позволяет мне удалить этот сорт винограда. Со своего виноградника. Когда он полностью созревает, у него такой один бочок, такой дымчатый розовый ягодки бывают, такой как с дымкой такой. Из-за этого его, наверное, называют розовая дымка. Также, как я и рассказывал в других видеороликах, у меня есть сорт винограда японской селекции. Черный палец или Black Finger. Вот три года он у меня растет. Даже на пасынках ни разу не дал урожай. Очень болеет, болезненный виноград. В общем, я его буду удалять. Низину, естественно, буду оставлять. Низина очень вкусная. Когда созревает, вот во вкусе чувствуется вкус спелой вишни или черешни спелой такой, переспевшей. Вот такой очень классные нотки. Муската нет, но ягодные такие тона ощущаются. Крутой виноград. Вот, рекомендую. Буду удалять вот этот вкус винограда. Черный палец. Потому что урожая я от него не дождался. Только зараза идет и распространяет заразу на другие мои сорта винограда. И буду удалять. Наверное, тоже посадил. Четыре года у меня сидит виноград. Кишмиш покупался, по крайней мере. И сажался мною, как кишмиш. Как он назывался? Юпитер. Очень хотел этот сорт. Но вот уже сколько лет не дает абсолютно плодовых почек. Ни одной гроздью не завязывается. Пытался на пасынках и первого, и второго порядка. Делает третьего порядка. Не завязывает. Не знаю. Может быть, меня обманули. Может быть, это и не тот сорт, который я хотел. Поэтому его также буду удалять. Вот. Сейчас еще покажу один сорт. Вот это у меня. Ну, это так слабенькие такие гроздочки. Это виноград технический. Мерло. Вот. У меня их два куста. В принципе, вино получается довольно качественное, хорошее, легкое, красное. Вот. Даже вот эти шкурки, когда остаются, после вина я достаю. И вот эти шкурки я добавляю в те сорта, которые плохо перестают бродить или еще что-то. Вот бывает, бродит-бродит и перестал бродить. Вот эти шкурки Адмерло добавляю. И брожение опять возобновляется. То есть, этот виноград прям, ну, не сделать из него вино просто, мне кажется, невозможно, чтобы оно там превратилось в уксус или еще во что-то. Оно само доходит всегда, само вызревает. То есть, такой вот сорт винограда беспроблемный, скажем так. Ну, все. Вот, в принципе, по всем сортам винограда я вас познакомил, который у меня есть на данном участке. Вот этот, Кантемировский, вот видно, куда на него пошел Аидиум. Вот. Антракнос, Аидиум. В общем, я его буду убирать. Эти грозди буду срезать, даже оставлять не буду. Вот, этот сейчас вот вызрит. Он уже готов, в принципе, этот Ливия. Ливия готова, очень вкусный. Гибридная форма или сорт. Вроде как в сорт уже внесли ее. То есть, буду его оставлять. Вот эту шпалеру планирую. Вот она идет. Если есть у вас возможность, так не делайте, как я. Это была моя ошибка. Вот я сделал. Вот у меня есть кирпичный забор. Я пытался сделать две плоскости шпалеры. То есть, на кирпичный забор. И вот рядом идет. То есть, через, ну, грубо, 50-60 сантиметров. Вот эту вот шпалеру буду убирать. Все переносить на забор. То есть, у меня сразу, на сколько увеличится участок. То есть, полностью это будет переходить сюда. И часть сортов, соответственно, буду удалять. Это мой один из самых любимых. Это Настя или Аркадия. Очень вкусный виноград. Легкий мускатный вкус. Плотная ягода. Хрустящая мякоть. То есть, когда давишь, сок практически не течет. Еще не готов. Ну, скоро. Думаю, через недельку, наверное, уже будет готов. Сейчас солнце сильное стоит. И вот преображение буду оставлять. Но перегружать не буду. Преображение кустик молодой. Слабенький. Ну, не знаю. Мне кажется, перегрузил. Вроде по одной грозне на побег оставил. Но опыление было плохое. В общем, решил оставить много. За счет этого вот такие вот ягоды мелкие. Ну, когда бывают вот такие мелкие ягоды, они, как правило, бывают без косточек. У преображения. Когда ягода крупная, она бывает. Я сюда не использую ни гиберелин, ни какие-то увеличивающие размеры ягод. Препараты ни калием не подкармливаю. Многие подкармливают калием перед тем, как ягода начнет наливаться. Тогда ягоды бывают и крупнее, и все. Но я этого не делаю. Вот, пожалуйста, Аркадия или Настя. Посмотрите, какие ягоды. Просто шикарные. Даже в тени, даже на второй плоскости. То есть, ну, вот так. То есть, делаем из всего вывод. Лично, по моим ощущениям, я бы у себя убрал какие сорта. Это зефир убрал бы. Кантемировский. Уберу розовую дымку, еще под вопросом оставлю. Скорее всего, мне она очень нравится. Также уберу кишмиш черный палец, потому что он плодов не дает. Кадрянки две штуки уберу. И уберу, скорее всего, кантемировский. Вот еще второй куст. И рашфор. Спасибо за внимание. До свидания.